Глава 6. Первая мировая война. Наследник австро-венгерского трона эрцгерцог Франц Фердинанд находился со своей женой в Сараево 26 июля 1914 года. Когда они пробирались через многолюдные улицы в открытом экипаже, прозвучали выстрелы и оба были убиты. Жители Сараево, преимущественно сербы, исповедовавшие православное христианство, с 1054 года католическая церковь вела войну против православных христиан. За 50 лет до убийства хорваты, которые являются католиками, начали чрезвычайно громко проявлять свою ненависть к сербам, которые были противниками Рима и должны были быть уничтожены. Цитата. Папа 50-й в своей ненависти к православным христианам постоянно подстрекал австро-венгерского императора Франца Джозефа к преследованию сербов. После события в Сараево 26 июля 1914 года барон Риттер, баварский представитель Ватикана, писал своему правительству. Папа одобряет жестокость Австрии по отношению к Сербии. Он не может положиться на русскую и французскую армии в случае войны с Германией. Государственный секретарь Святого Престола считает, что если Австрия не начнет войну сейчас, она никогда не решится этого сделать. Здесь мы видим истинное лицо наместника Христа, Папу, кроткого посланника мира, святого понтифика, которого богобоязненные писатели представляют как того, у кого сердце обливается кровью при виде начинающей войны. Еще одна цитата. «Можно сказать вполне определенно, что в 1914 году Римско-католическая церковь начала серию дьявольских военных конфликтов. Именно тогда дань кровью, которую она всегда брала у народов, начала литься настоящим потоком». Итак, мы видим, что Папа понимал, если Австро-Венгрия сокрушит сербов, тогда русские братья сербских православных христиан вступят в борьбу. Тогда к ним присоединятся Германия, Франция и другие страны. И начнется Первая мировая война. Папство испытывало огромное желание увидеть Россию участницей этого конфликта. Россия была преимущественно православной и Папство хотело, чтобы православные христиане в России и по всему миру были уничтожены. Папские иезуиты имели другую причину для радости, увидев, что Россия вступает в конфликт. Настало время расплаты. За 100 лет до начала Первой мировой войны русский император Александр I вышвырнул иезуитов из России. Теперь в 1816 году русский император Александр был вынужден издать императорский указ, изгоняющий иезуитов из Санкт-Петербурга и Москвы. Поскольку этот указ не возымел действия, в 1820 году он издал другой, на основании которого иезуиты должны были быть изгнаны со всей территории России. Пять лет спустя Александр умер от отравления ядом. Цари стали объектом нападения иезуитов. Александр II разорвал все дипломатические связи с Римом в 1877 году и даже предложил Конституцию. Александр II «преуспел» в начатых им великих реформах и поставил свою подпись под Конституцией, которую Россия должна была принять. На следующий день в его карету была брошена бомба, которая убила и ранила несколько казаков, сопровождавших экипаж. «Когда император вышел из кареты, с глубоким сочувствием, глядя на умирающих мужчин, вторая бомба разорвала его на куски» и наконец в 1917 году был убит последний русский царь и вся его семья. Больше никогда Россия не будет править ненавистный император из дома Романовых и защищать православную церковь. Час расплаты настал. Цитата. «Свержение царской системы повлекло за собой и свержение православной церкви. Для Ватикана, который с 11-го века вел войну против православия, падение этого тысячелетнего противника было слишком хорошей новостью, чтобы в нее поверить». Кем были те, кто помогал и финансировал русских революционеров в их попытках совершить переворот в России? Кто поддерживал Ленина, Троцкого и Сталина, когда они совершали революцию и кровопролитие по всей России? Цитата. «Инструментами, посредством которых осуществлял свою деятельность этот новый союз между Советами и Ватиканом, должны были стать иезуиты, описываемые как «непримиримые враги православной церкви». По имеющимся сведениям, во время революции в Москве находилось большое число представителей Ордена иезуитов». Еще одна цитата. «Согласно советским документам, среди 1,766,188 жертв, насчитываемых на начало 1922 года, почти 5 тысяч пришлось на священников, учителей, монахов православной церкви, было изнано около ста тысяч лютеран, с лица земли были стерты целые деревни, уничтожены тысячи церквей различных направлений, и работа по их уничтожению все еще продолжается». Инвесторов «революции» нужно искать среди иезуитов в Америке. Цитата. «Вильям Франклин Сент, директор Федерального резервного банка в Нью-Йорке, только что пожертвовал 1 миллион долларов большевикам». Джейкоб Шифф был главным иезуитом в Америке, которому поручили заменить американскую банковскую систему на систему Федерального резерва. Цитата. «Джейкоб Шифф приехал в Америку в конце 19-го века с распоряжениями Ротшильдов захватить контроль над банковской системой Америки. К началу 20-го века Шифф господствовал над всем банковским пространством на Уолл-стрит». Поскольку Шифф контролировал Федеральный резервный банк, теперь в его руках находился источник средств для финансирования коммунистической революции в России. Цитата. 3 февраля 1949 года в американском журнале New York Journal American редактор раздела Чолли Никкербокер процитировал слова внука Шиффа, который сказал, что его дедушка Джейкоб Шифф пожертвовал около 20 миллионов долларов для победы коммунизма в России. В современном эквиваленте 20 миллионов долларов будут равняться 420 миллионам долларов. Фактически, эта сумма была украдена у американского народа посредством Федерального резервного банка. Джейкоб Шифф полностью контролировал банковское братство и финансировал правительство, декларируемые принципы которого были прямо противоположны принципам Конституции Соединенных Штатов. Шифф выдавал себя за американского капиталиста. Он жил в Америке, но его единственной целью была та, которую ставило папство – окончательное уничтожение Америки. Существовали другие цели, которые иезуиты стремились достичь посредством Первой мировой войны. «Все великие нации, включая Соединенные Штаты, опустошенные и измотанные войной, оплакивали своих убитых. Воцарение мира стало самым большим желанием народов. И поэтому, когда Вудро Вилсон предложил создать Лигу наций для сохранения мира, все великие народы запрыгнули в этот вагон с оркестром, не ознакомившись с важной информацией, напечатанной мелким шрифтом внизу страницы.» После Первой мировой войны была сделана попытка установить Всемирное правительство посредством учреждения Лиги наций. Сенатор Генри Каббат Лодж воспрепятствовал вступлению Соединенных Штатов в Лигу наций, и замысел иезуитов по созданию Всемирного правительства, с помощью которого они могли бы контролировать весь мир, был временно приостановлен. Эта часть иезуитского плана вынуждена была ждать 27 лет для своего повторного осуществления, когда Вторая мировая война закончилась созданием Организации Объединенных Наций. Перед тем как мы рассмотрим другой повод для радости, который Первая мировая война дала папству, остановимся на личности президента Вудро Вилсона. Он находился под контролем и подчинением полковника Эдварда Манделла Хауса. Вильсон говорил «Мистер Хаус – мое второе я, мое независимое я, его мысли – мои мысли» В течение семи долгих лет полковник Хаус был вторым Я Вудро Вильсона. Именно он составил список кандидатов в кабинет министров, сформулировав первоначальные принципы правительства США и практически руководил внешними делами Соединенных Штатов. «Мы действительно имели двух президентов в одном. Будучи превосходным послом, он на равных разговаривал с императорами и царями. Он был духовным генералиссимусом правительства» Джордж Вирек пишет на страницах 106 до 108 страницы, что когда Вильсон баллотировался на второй срок в 1916 году. На основании, потому что он помог нам избежать войны, Хаус от имени Вудро Вильсона вел переговоры с Англией и Францией о заключении тайного соглашения, предписывающего Америке начать военные действия сразу же после выборов. Хаус был также связан с могущественными источниками финансов и власти в Европе. «Хаус имел тесные связи как с Морганом, так и со старыми банковскими семьями в Европе» Эдвард Манделхаус полностью контролировал Вудро Вильсона. Хаус был иезуитом, исполнявшим все его желания. Он использовал Вильсона как марионетку при создании Лиги наций для иезуитов. Вильсон был ничем иным, как орудием Рима, выполняющим их распоряжение. Другая причина Первой мировой войны заключалась в расплате с Германией за сопротивление, которое она оказала папству иезуитам в 1860-1870-х годах. Германия была колыбелью ненавистных лютеран. Дважды за это время канцлер Отто фон Бисмарк приводил Германию известную как Пруссия к великим победам над странами контролируемыми иезуитами в Австрии в 1866 году и во Франции в 1870 году. Бисмарк также объявил орден иезуитов вне закона, издав закон о культурной войне в 1872 году. За эти «преступления» против Рима и иезуитов должна была наступить расплата, поэтому многие тысячи немцев захлебнулись собственной кровью в Первой мировой войне. На Германию было легче всего влиять в конце войны. Победоносные народы Европы использовали Версальский договор, чтобы разграбить Германию. Договор налагал несправедливое бремя возмещения ущерба нанесенного войной. И когда журналисты спросили главу Франции Клеменцо о том, что руководители государств должны дать соответствие с договором, он ответил:"Мы гарантируем еще одну войну через 20 лет. Немцы согласились с условиями договора, потому что были ослаблены поражением, однако они быстро оправились и попытались взять реванш у своих врагов за долг, навязанный им после Первой мировой войны. Этим реваншем стала Вторая мировая война. После окончания Первой мировой войны иезуиты не получили желаемого. Вудро Уильсон и Эдварду Хаусу удалось создать для них Лигу Наций. Однако из этого ничего не вышло, потому что Соединенные Штаты не присоединились к ней. И тогда понадобилась еще одна война, которая стала бы настолько разрушительной, что люди взмолились бы о создании ООН. Мы рассмотрим эту и другие причины начала Второй мировой войны в следующей главе. Инторияel приоритетная. Продолжение следует...